Я перепутала в парикмахерскую, зашла не в ту дверь. Ну что ж, стрижка прошла успешно. Сняли примерно 5 сантиметров, но в целом всё смотрится неплохо. Сегодня прекрасный день. 15 сентября, середина месяца. Шикарный день, погодка супер. Я иду навстречу со своей подругой, с которой мы подружились в пионерском лагере актива в городе Архангельск, который назывался Северята. В 1984 году это было. Вот у нас такой город, что можно весь пройти вот по таким тропкам. Так называю я собачьи тропки. Вот, видите, там тропка, тут тропка. Только под ноги смотри. Конечно, дождь пройдёт, тут не так приятно будет идти. Но в основном люди ходят по таким тропинкам. Ну что ж, стрижка прошла успешно. Сняли примерно 5 сантиметров. Но в целом всё смотрится неплохо. Сегодня прекрасный день. 15 сентября, середина месяца. Шикарный день, погодка супер. Я иду навстречу со своей подругой, с которой мы подружились в пионерском лагере актива в городе Архангельск, который назывался Северята. В 84-м году это было. 16 сентября. Мы перевалили за середину сентября. Да, вот смотрите, сколько у нас тут различных ягод. Собирай не хочу. Яблоня, а не ягод. Яблоня, а мелкие ягоди. А мы идём купать подарочки лучшим людям и лучшим друзьям Рифлэйн. Завтра мы уезжаем в Москву. Аллея Маяковского. Надо быстро преодолевать. Организаторами мероприятия задан дресс-код. Нам нужны белые одежды, белая рубашка. Поэтому это основная цель нашей прогулки. Найти белую рубашку мне. И купить подарочки. Ну и может ещё что-то посмотреть в поезд. Хотя мы купили билеты сразу с ланчбоксами. То есть всё равно коктейль будем брать с собой. Будет что перекусить. Сейчас я перед выходом на улицу выпила коктейль. Чтобы мне быстрее двигаться, внимание, сконцентрировать. Вот у дорожки у нас так себе. Лёш нога заплетается за асфальт. Поэтому коктейльчик поможет сконцентрировать внимание и придаст силы. Дождик тут накрапывает маленький. Я взяла зонтик на всякий случай. Пришлось даже домой вернуться за ним. Сегодня 16 сентября. А в городе радуга, смотрите, полная. Прям коромысло висит над улицей Кузнецова. Такая яркая. Видео не очень хорошо. Заметна яркость. Но так и в небе ярко светит радуга. Сентябрьская. А здесь ещё ярче. Потому что солнце садится. Видите, какое коромысло раскинулось. Красиво. Почему люди радуются этим явлением природным? Почему оно создаёт настроение? Потому что первые три буквы рад-радуга и рад-радоваться. Всё просто. Александр Анатольевич, как всегда, подвёл под базу. Научный руководитель обосновал. Радуга, радуюсь. Да. Но красиво. Начинается концертный сезон в школе искусств Гамма. Слава богу, дождались. Главное, чтобы вода уходила отсюда. А так приятно посмотреть. Очень красиво. Разметочка сделана. Теперь понятно, где как парковаться. Скверик скоро порадует шарами. Но есть пожелание обновить фасад здания. Ну, я думаю, что это сделается. Надо его придумать красиво, ярко, запоминающееся. Нет, задумка хорошая. Хорошая, но там, смотрите, плакаты военной тематики. Ну, ничего, придёт время, обновят. Один из первых крупных торговых центров, адмирал центра. Бросили якорь. Да, но всегда наполовину, потому что половина не облагорожена просто остальная. Задумка хорошая. Торгового флагмана. Торгового именно центра. Как уже он не стал флагманом? Ну, почему? Он один из первых. А первый, это флагман. Ну, пусть будет первый. Программа минимум выполнена. Белая рубашка приобретена. Вот так это смотрится с пиджачком.